решающий матч группы c и мы будем смотреть pvz в этот раз у нас будет не рематч в десайдере у нас будет уникальное противостояние супер появляется в левом нижнем углу и отправляется после пробки вперед рабочим тем не менее тут не будет зафотонивания но он просто приезжает с гарантии блочить 2 хатчере рук заранее вывел дрона или на рок понял что он не успевает и заранее был к этому готов видимо он не из тех кто предпочитает играть пятнадцатую хату хотя мы этот прием видели уже недавно и на gsl в том числе и он предпочитает просто водить рабочего и ставить хочу ли на 3 в этом есть свои плюсы например собственно такую хату практически невозможно зафотонить супер собственно и не пытался хоресит он потихоньку минеральную экономику минеральную линию вернее но рок видите не из тех кто просто забивает на это хотя помнится опять же мы видели зерга в которой именно так на это реагирует когда-то на home story cup харстом шутку говорил что если в пвп тебя захарасили и дрон уехал пробочка уехала то все можно ливать из игры наверное просто харстом относятся к этому примерно так же как и я правда я то играю в алмазе понятия не имею зачем кто-то в алмазе это делал но на про сцене почему бы и нет если уж твой рабочий все равно приехал по крайней мере ты там заодно как-то наблюдаешь за менеджментом рабочих на газах адепт тем временем заказан дальше твой light ну что супер все таки метовые билды пойдут или dark shrine который кажется там как раз помещается между твоего этому минеральчиком посмотрим хотелось бы дарков и архонов мне кажется хотя с другой стороны мы сегодня посмотрели как супер контролил призмой и до его никнейм можно обузить бесконечно и супер контролил призма и не супер что может быть как раз в его исполнении адептов ох не ушел адепту в итоге в крутую позицию запул может быть его адепты были бы более сильны чем дроп архонов смотрим до глэй в этот раз что руку рога есть оверлорд он рано прилетел он по идее ему никто не помешает правда была тут у рога такая игра в одном финале когда тоже соперник решил убить и да и рок смотрите делает ровно то же самое супер стрелянный воробей он не пошел сталкером гоняться за оверлордом вот я часто говорю что протаса второго эшелона почему-то зачастую играют куда надежнее чем топовые протаса по крайней мере в корее и многие топовые протаса просто пошли бы убивать оверлорда и в итоге линги могли бы забежать но супер сказал нет у него не было адепта в стенке чтобы заменить сталкера и сталкер остался и лингов не пропустил до спалил технологию дорог теперь может отреагировать кстати он заранее ставят спорку опасаясь видимо что с разведанного твойлайта могут быть дырки хотя странно чего ему опасаться если там висит оверлорд и собственно можно вернуться и посмотреть но рок предпочитает на всякий случай поставить спорочку полетели первые тени вперед урок никуда не будет прыгать он выбивает от бог супер он выбивает одну королеву и observer здесь у него уже сразу за призм и видимо параллельпоинта прилетел очень много собак у рога погодите а супер разве не должен был сейчас спасать этих адептов в итоге часть адептов погибает часть запрыгивает минеральную экономику тут позиция это крутая но нельзя про королев забывать королевы наносят много урона а дронов погибло всего 4 и считает рок что он уже отбился он заказывает дронов и отбился он в итоге вообще без роучий вот так вот интересно получилось ну не знаю то есть вот можно просто сказать да что это и есть вот тот абстрактный уровень игры который позволил вот так рову отбиться тем не менее не особо понятно то есть по идее рук что делал то просто линков на адептов посылал но он их построил их вовремя и достаточно с этим сложно поспорить убивает пилон рук nexus там никак было не успеть так что хотя бы что-то супер продолжает харасит летает неаккуратно под призмой но принцип призма только по счетам на получала урон так что она то не биологическая так что спорка там не так много наваливает рок дальше делает скорость роучем кстати оригинальная позиция вчера учу ворон на 3 базе обычно почти всегда ставят на 2 на рок как-то вообще мега уверенно конечно от всего отбился супер вот в чем молодец так это в том что он крик прям захарасил крипа практически нет на карте до королевы конечно заново ставят опухоли и по крайней мере свои базы утерга соединены но это не предел мечтаний тем временем 3 у протаса уже начинает работать и по рабочим он пока держится примерно на равных и я подозреваю что рог может быть рабочих то строить и не планирует пока мы уже не раз и не два видели подобный расчет стратегический то есть ты отбиваешься от адептового пуша и знаешь что после этого у протаса период когда он слаб потому что ты уже превратил своих дешевых т1 рэвы ручей в дорогих тоже ты один но рэвэджеров которые очень эффективны а там против них можно только батарейки поставить ни колоссов не дизрапторов нет говоря уже о штормах и это работает обычно если зерк очень хорошо отбился полетели корзебайлы они как-то не синхронно падают в итоге медленно выбивает фотонку батарейку на выбивает все же разбивает рог филды ровно по одному боеву на филд в этом ничего особенного в принципе нет корзебайлов минеральную линию все чаще зерги стали кидать это делает и рок сейчас тоже супер от блинкался и обратно зашел корзебайл я думаю что рог здесь должен добивать тихание лингов у него есть да его надо конечно на иммортала и супер теряет всю минеральную экономику пишет gg пока пвз не впечатляет к сожалению от этого протаса то есть там у него были необычные билды это было прикольно здесь был метовый билд и в обороне рог был просто на голову выше я думаю что рог наверное и на корейском рейтинге смысле корейском сервере должен быть выше ммр на 500 700 у супера вряд ли больше чем где-то 6 300 мне кажется может 6 400 прям это предел урога все-таки определенно что-нибудь под ну там прям 7 к очень мало кто на корее берет но 6 800 наверное 6 900 должно быть он всегда находится в топе когда активно играет правда он не всегда активно играет иногда есть ощущение что рог выиграв какой-нибудь турнир потом не тренируется месяца два но кто ж его знает в этой группе он играет хорошо но согласитесь что такой железный поступи какую умеют демонстрировать дар колеса ров мы не видим видим просто зерга со своим взглядом на игру она то и неплохо просто возможно многие ждут от рога большего я честно говоря никогда не воспринимал его как прям мега надежного топового игрока есть он какой-то парадоксальный довольно игрок где-то с 2015 года он стал играть интересно ну и вот бывают периоды когда это приносит ему результат но это не условный innovation который всегда сколько играл до с перехода на ска 2 практически самого начала всегда был опасной силой угрозой для всех с рогом как-то так не получается ладно мы отправляемся на golden wall пока рок выбирает стандартный дебют самое интересное что попробуем съесть супер каким-то агрессивным билдом с лингами кто знает могло бы и получиться просто то что исполнение у рога очень мощная а супер в этот раз не стал блочить хату так что рок вообще ставит быстрые 3 халявный у него опенинг но в прошлом сайте конечно у него был такой задел под то чтобы лингами напрячь но видите супер не купился сталкером и стенки не ушел что может быть в этот раз старгейт попробовать на такой карте тем более золото нет чтобы ранее призмам имела смысл пока что бустится апгрейд на вард прямо под оверлордом первым юнитом stalker дальше twilight посмотрим какие-то ранние дарки может быть я бы не хотел чтобы супер еще раз пробовал глава решать конечно ему но по мне так выглядело не очень убедительно и действительно действительно это будет именно dark shrine исполнение корейского протаса на этот раз нам показывают что раук особо ничего не видит я так понимаю что три гейта нужны при этом билде это ранние дарки очень на варп четырех там банально не хватит газа все-таки брак стоит 125 газа четыре дарка это 500 газа довольно серьезное вложение согласитесь ну и самое главное что просто его сложно успеть набрать ты и так ставишь 3 4 газы довольно ранние но как раз на натурале рок не чекал тайминги газов то есть он не знает но здесь он легчайше просто залетает овером ну я подозреваю что на голден воля наверно даже медленного овера сложно сбить чтоб он вот сюда не долетел можно попробовать где-то повыше если поставить так же но супер такое чувство что его не особо то и прячет ну и в чем тогда фишка сказать конечно сложно что бустится блинг то есть он намерен активно этими драками харасить ну давайте начнем с того что в таком случае их надо хотя бы не отдавать да да супер ну по крайней мере это снова оригинально супер завез на каждый сет разную стратегия до одна из них была стандартной но остальные весьма необычны мои вкусы весьма необычную боюсь ты не поймешь сказал бы супер пять дарков на карте на самом деле при таком количестве гейтов конечно продолжить варпать одних дарков он не сможет видимо с какого-то момента там пойдут а вот кто пойдет чарджа нет логичнее всего сделать чардж за 100 на 100 и дальше клепать зилотов которые бесплатные по газу дорог конечно просто делает аверсира но насколько я понял задумка в том что при наличии блинг а сам по себе аверсир то есть сами по себе сканы детекция не важно и это будет видимо просто фокус лэйра ну рог естественно просто подходит нет он не за он не знает где призма да ну лифт всех а лифт же не нужен там же блинг будет наверх вот она в чем задумка заходит наверх супер просто фокусит этот лэйр видит что тут немножко королев мешают окружить забирает их и видимо будет т.п. до минус 1 dark и супер да как же так отдает лишних дарков на третье приходит параллельно тут конечно надо вырезать спорку рока я зачем-то он ее так прячет оригинально любопытно дарки вырезают несколько собачек transfuse спорку и она закапывается под рачами очень красиво играет рог и ставит шпиль это кстати в резон надо пока ну результат отсутствует выходит супер на золотую базу и к нему просто все это пошло в контратаку на самом деле там непонятно если аверсир да и тут дарки сейчас очень здорово нарезают было бы может толковую убить ими спорку чтоб они еще призме она не мешала 3 nexus придется отменить один аверсир есть можно попробовать сталкерами закугуарить этого аверсира и после этого отбиваться на драках ну по аверсир уже зачем зачем тебе эти роучи блинка нет правда чтобы его легко забрать минус призма ну супер чуть-чуть не успевает просто здесь дарки властвуют на третьей базе приходится рогу возвращать войска домой но натурал подниматься к сопернику он не может на 3 он отменил ну что на этом все или все-таки дарки будут продолжать появляться в армии я там есть stalker и есть blink rock в итоге решил выйти в муту но у него очень мало ресурсов потому что на самом деле у него 60 рабов это не так уж и мало но он все равно поснимал рабочих с газа ну вот в итоге 9 мута листов воздуху бьют только stalker но их много но обходить им на моим далеко если он с этими дарками да еще под варпы и тархонов ну бы если был еще чардж и пошел бы просто супер вперед ему сейчас под забустить но у него еще blink видите не доделался куда ему чар что пустить так не получится а так то можно было попробовать пробить можно попробовать пробиться stalker ами тогда без чарджа и архонов ну ладно супер разберется наверно что ему делать проблема в том что он про мута рисков не знает пока вообще ничего в итоге они врываются на моим тут и так всего 45 пробок то есть двухбазовая экономика ну и да логичное решение на самом деле тут же пойти в контратаку но было бы круто пойти в нее заранее а так отключаются три гейта в итоге до варпать домой что-то для обороны будет сложно а тут много рейджеров тут ровка вот играет в том стиле которые рагнарог очень любят убиваться дома на ручер эвэджерах на не очень халявный прям раскачанной экономики и харасить мута риска я не уверен что можно лезть наверх но рок видимо уверен в этом у него много рейджеров он очень быстро убивает иммортала остаются одни сталкеры их правда очень много но мута лиски выбивают уже 20 пробок рок просто идет вперед на пофиг и давид коррозив байла заставляет соперника отступать супер делает ну почти что по сути да все что может блинкается всеми пробитыми сталкерами делает до варп на максимум но его задумка с дарками была прикольная но не зашла то есть рок очень здорово отбился везде имел войска где надо было со споркой 3 на 3 вазе дожил до версира ну красиво он все сделал молодец наверное игрок какой-то попроще мог бы просто спасать перед такой стратегии ожидая что это будут стандартные даркидра лишь дальше вархонов и все и мог бы оказаться он не готов например потому что зафокусит лэйр и согласитесь если б он зафокусил успешно лэйр игра пошла бы ну совершенно иначе но этого не произошло рок большой молодец он все понял вовремя и отбился и дальше четкий переход в муту контратака к сожалению последнее время нам не переводит интервью так что мы не узнаем о чем рок расскажет но примерно мы наверное можем представлять думаю что к будущим трансляциям я задумаюсь о том чтобы включать на эти моменты англоязычное интервью но на сегодня сетап меня не готов так что на ходу креативить не станем так что мне остается просто поблагодарить всех кто смотрел напомнить что следующий эфир gsl у нас будет в среду в 12.30 ну и в воскресенье в 6 часов вечера мы еще раз запрыгнем на dreamhack но это уже на твиче записи будут в понедельник на ютубе а на сегодня все спасибо что смотрели комментировал кабе до новых встреч в эфире пока удачи Продолжение следует... 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 Продолжение следует...